Добровольный поисковый отряд Лиза Алерт известен тем, что помогает разыскивать пропавших людей. Теперь у него есть еще помощники. В более чем двух с половиной тысячах магазинов в Москве и области появились вот такие наклейки. Они означают, что здесь готовы оказать помощь потерявшемуся человеку. Совместный проект торговой сети «Пятерочка», Центр поиска пропавших людей и поисково-спасательного отряда Лиза Алерт предполагает создание островков безопасности в московских и подмосковных магазинах. Основное внимание на пожилых людей и детей. Именно они в силу возраста могут забыть адрес проживания, заблудиться и оказаться в беспомощном состоянии. Для поддержки проекта создан интернет-портал. На него можно зайти с компьютера или мобильного телефона. На нем можно не только узнать информацию о проекте, но и стать волонтером и попросить помощи в поисках пропавшего человека. Сотрудниками магазина специалисты добровольного поискового отряда Лиза Алерт провели инструктаж, на котором рассказали, как определить потерявшегося человека и дали исчерпывающие инструкции, что делать, чтобы ему помочь. Я подхожу, спрашиваю, задаю элементарный вопрос, какой сегодня день. Если он конкретно не может ответить, то значит ему нужна помощь. Я ему предлагаю присесть на стул, даю питьевую воду, вызываю директора, который в свою очередь сообщает звонить специалисту, и там уже сотрудник нам сообщает, что вызывает он скорую помощь, решает по ситуации, или полицию, или же направляет сотрудника к нам в магазин для оказания нужных следующих действий. В прошлом году в поисковый отряд Лиза Алерт поступило более 3 300 заявлений о пропавших людях. Из них найдено живыми чуть меньше 2 500. Поиски ведутся и на территории Ленинского района. Были случаи, мы искали людей, пропавших в природной среде, в поселке Володарского, в городской черте пропадают, и вот в Расторгуево были поиски, в новых микрорайонах бабушка заблудилась. И даже бабушка, проживающая в этом доме, ее привезли погостить, она растерялась, заблудилась, и мы довольно долго ее искали, и была зима, и много опасностей подстерегает пожилых людей и детей, конечно, даже в городе. В будущем эта акция распространится на магазины по всей России. Также планируется к ней привлечь и другие крупные торговые сети. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.